Всем привет, меня зовут Алина и я снимаю вам видео с ванной, санузла и хочу вам сегодня показать парфюмерию, которую я с собой взяла и что мне нравится, что мне не нравится. На мне купальничек, ну у нас жарко, у нас очень жарко, плюс 31, поэтому извиняюсь, значит я сварюсь. Кондиционер работает, но работает в комнате, здесь он просто не справляется, здесь немножко гудит, но душновато, извиняюсь, вся влажная. И у меня скачал прещик на подбородке, я тоже за него извиняюсь, ну ладно, не обращайте внимания. Давайте сначала начну не с парфюмерии, а начну с заколочек, вот заколки, которые я покупала в Питере в магазине Шкатулка по 100 рублей. Вот такие вот заколочки, вот они такие, видите, почему я сказала, они стоят 100 рублей, просто здесь я нашла такие же заколки по 35 рублей, и я купила две штуки, но у них есть различия, я думаю, что на Алиспрессе, наверное, вот именно такие заколки есть. Не такие, вот видите, они закрытые все изнутри, а вот здесь продаются заколки, они выглядят вот так. Они не заколки, вот знаете, пластик здесь, да? Если мы их приложим, то вот с левой заколки, вот она, видите, она закрытая, вот эта часть, вот, а эта часть нет, вот пластик просто обычный. То есть это более дорого сделано, вот это по 100 рублей, это по 35. Здесь пластики, они ломаются, тогда как вот эти заколки, они у меня еще не ломались, они пластичные. Тут шарики через какую-то нитку нанизаны, они не ломаются. А здесь просто вот в этих китайских, я так понимаю, заколках, здесь просто пластик, и они просто вот так вот сделаны, приклеены друг к другу. И в итоге вот такая заколочка у меня сломалась, потому что здесь нету, не нанизаны как на ниточки, да, вот. И при постоянном движении, вы постоянно защелкиваете, открываете, просто сломались. То есть одна заколочка у меня уже сломана. Вот, цена всего лишь, понятно, да, 35 рублей, а вот эти вот заколки закрытые, вот видите, вот это открытые, вот с таким пластиком, вот это все запаяно. Вот она с такими какими-то ниточками пронизанными, и вот эти ниточки не дают возможности заколке сломаться, то есть она как вот очень гибко ходит, пластично. Если вы на Леспрессе заказывали, напишите мне, кстати, какие вы заколочки заказываете, и вот чем они отличаются. Вот 35 рублей, да, хотя визуально кажется все одинаково, но вот это быстро выходит из строя, это вообще как будто бы, ну, практически вечное, не знаю, как сказать. Так, вот они мои красавицы. Вот это более лучшее качество. Вот, сравнила вам заколки, давайте теперь мы про парфюмерию поговорим. Взяла я с собой, взяла раз, два, три, четыре аромата, но взяла три атома и один полноразмерный флакон. Почему я брала в атомы, отливала, потому что хотела разные парфюмы взять, но при этом ограничить место в сумке, потому что сумка у меня и так, как обычно, забита под завязку, ну, все знаете, да, берем чемодан, который мы забиваем под завязку, а носим одну-две вещи, и там одни сандалии, и вторые максимум. Вот так всегда бывает уже 4 года подряд, и так и бывает. Также беру фен и плойку, но ни разу еще за 4 года я не пользовалась ни феном, ни плойкой. Жарко, здесь все высыхает очень быстро. Так, а теперь поехали. Первый аромат, он у меня практически истрачный, извиняюсь, у меня упала там бутылочка. Это вот 10 мл я брала в атоме, это Аура Мюглер, туалетная вода. Это самый ходовой здесь аромат, то есть я бы сказала, что это фаворит номер один. У меня уже вот он израсходован, он настолько свежий, чистый, это запах ревня. Я вам, кстати, сейчас ставлю картинку флакончика. Флакончик у меня дома 90 мл, довольно-таки весомый, тяжелый, поэтому, конечно, я его с собой не взяла. Я взяла с собой два отливантика. Вот такой вот, чтобы ставить, видите, такая прозрачная, немножко зеленоватая жидкость. Пахнет потрясающе, такой свежескошенной травой ревнем. И вот это из запаха, как я уже описывала, у меня есть видео про Ауру, поищите там в плейлистах. Ну, не в плейлистах, в видео полистайте про Ауру, это как про сказочный лес, я говорила уже. И у меня концентрация туалетная вода. Мне нравится, почему? Потому что очень свежий запах, и запах ревня, вот этот, который немножко уходит в болотную тину какую-то, в парфюмерной воде, здесь более нежно. Но не так звучит, не такое болото. Но на жаре вообще вот этого болота не слышно совсем. Просто свежескошенная трава после росы, даже не совсем трава, а что-то вот после росы очень красивое и очень приятное звучание. Просто великолепное, красивый шлейф длинный, очень нежно звучит и не давит, потому что когда жарко, и главное, чтобы от вас пахло приятно, свежо, но не давило. И никакого тяжелого мускуса, никаких кошек, да, вот это вот ничего нет. У меня потрясающий аромат, у меня десяточка почти зарасходована. И с собой в сумочку я брала вот такой атом, вот у меня тоже больше там, ну где-то на 12 мл рассчитан, но вот у меня израсходована немножко. Я обновляла, но вот я думаю, к концу опуска оба будут пустые, потому что тут уже все быстро тратится. Следующий аромат у меня это Juliette Hazgan Note & Parfum. Вот брала в таком маленьком спрее, одноразовом, тут 5, наверное, миллилитров, да. И я подумала, что я хочу его, так как это абраксан, чистый абраксан, с добавлением какого-то лайма, лимона. Я думала, что на жаре будет звучать красиво, будет красивым шлейфом, потому что в Питере, когда наносишь на себя первые несколько минут, точнее секунд, я не дышу. Вот нанося брызгую, то же самое с молекулами, наношу брызгую, немножко бьет спиртом. Потом этот спирт, ну через несколько секунд он выдыхается. И остается очень красивый такой лаймово-лимонный свежий аромат, какой-то красивый амбре, который просто великолепно звучит. Но, увы, в жаре с этим ароматом такого не происходит. Кстати, я вам сейчас ставлю флакончик, те, кто не знает, посмотрите. С данным ароматом происходит что? Он начинает душить. Это вот какой-то амбра, вот эта, она начинает стоять вот здесь. Начинает очень навязчиво душить в жаркую погоду, она не расходится. Я бы сказала, что это аромат на прекрасную прохладную погоду, где есть какой-то ветер, и где уже прохладно чуть-чуть. На жаркую погоду, стоячую, или даже есть какой-то ветерок, но не сильный, но тяжело невозможно. Если пойти в кафе с этим ароматом, то, кажется, я сейчас вдохнусь. Какой-то лимон с химической какой-то составляющей меня постоянно вот здесь вот давит. То есть, увы, он здесь не очень, на жаре не очень. В дороге было ничего, здесь не очень. Поэтому здесь я его положила. Иногда использую вечером, но только в те дни, когда ветер. Ну, такую ветреную погоду, потому что вечера обычно влажные, душные, вообще тяжело идёт. А ура Мюглер, туалетная вода идёт великолепно, потому что там нежный мускус, очень красивый такой нежный шлифение, извините. Всё очень-очень красиво. Следующий аромат, который я с собой взяла, опять же, ватт Ливантике, 10 мл, это Том Форд Одес Али Бланк. Я вам сейчас оставлю фотографию. Это туалетная вода, это не парфюмерка. И давайте поговорим о разнице. Мне она понравилась больше. В прошлом году я брала парфюмированную воду с Али Бланк, Том Форда. И красиво, на жаре очень красиво. Вот эти фисташки, кокос звучит очень красиво, но немножечко душновато. Кокос всегда звучит молочком и какой-то примесью не пудровости, а какой-то вот чуть пыльности, что ли, какой-то забивает нос. Туалетная вода звучит красивее. Во-первых, она стартует цитрусами, потом мягко открывается, она более мягкая, более нежная. И она не давит, не душит. Того аромата достаточно было, парфюмерной воды, одного пшика. Здесь тоже один-два пшика максимум, но не давит. Вот нет этого ощущения в помещении, в жаркой кафешке где-нибудь, вообще в жарком помещении или просто на воздухе, если нет ветра. Нет ощущения, что вот и не выдохнуть, да, вот такого нет. Абсолютно, то есть он очень красив, он великолепен. Свежо звучит, свежо, мягко, нежно, сливочность мягкая, кокосики мягкие, мягко фисташечки, сливочность мягкая. Какое-то мороженое, все мягко, все очень-очень красиво. Аромат бесподобен. Вечером великолепно, днем великолепно. Обычно, почему я пользуюсь аурой? Потому что, от Мюглера, потому что утром встала, встала, нанесла на себя, пошла на пляж, и он более свежий. Этот более уже такой тонный, более такой вот прям, ах, жаркий, когда вы уже очень сильно загорели. Я пока еще не очень загорела. Так, ну вот этот аромат тоже очень хорошо идет, и туалетная вода мне нравится больше, чем парфюмированная вода. Парфюмированная у меня был целых 100 мл. И я бы сказала, что я, что зимой, что летом, что весной, осенью, вообще шикарно подойдет туалетная вода. Она более нежная, очень красивая. И шлейф великолепный. Он не стоит, он не давит. А если парфюмированная вода, если чуть больше нанесете, вот она чуть вот тоже так начинает ощущение давить, как вот в этом Джульет Хазеган, это парфюм, при всей вот Джульет Хазеган ощущение, что это вообще какая-то легкая водичка должна быть. Нет, здесь такого нет. А Том Форд тот красиво звучал, но очень насыщенно. Этот и сидел также здесь. Иногда было, что было ощущение, что он немножечко давит, душит в машине где-то. Вот этот нет, даже в машине нет этого ощущения, что духоты. Очень красиво пахнет одежда, очень красиво пахнет тело, все очень красиво. И такой вот какой-то цитрусовый шлейф идет еще, очень приятный аромат. И последний это полноразмерный флакон. Я с собой взяла мадемуазель Роша. Взяла я без крышечки. Так, ну, вставлять вам не буду. У меня это парфюмерная, парфюмированная вода или парфюмерная, не знаю, назовите как хотите. Мне больше нравится парфюмерная говорить, как-то сокращать. Крышка тяжелая, я для экономии просто веса, чтобы не таскать многое тяжело, просто ее сняла. Вот я им пользуюсь. Это прекрасная черная смородина, прекрасная яблочко. Карамелизированная, но якобы, не знаю, сейчас нанесу у себя. Вкусно. Пахнет каким-то даже свеженьким яблочком. Мне кажется, как будто еще малинка какой-то. Вот у меня такое внутреннее ощущение, что-то такое. Он очень приятный. Я его наношу, когда я помылась, например, и наношу на себя, и дома прекрасно звучит. Он не душит, но я, к сожалению, почему-то на улице его себя не слышу. Я минут через 5-10 вот здесь в жаре перестаю его себя слышать. Люди слышат, меня уже спрашивали, очень вкусненько пахнет, но я его не ощущаю. Не знаю почему, вот такая вот метаморфоза. Опять же повторюсь, у меня парфюмерная вода, она более фруктовая. Если вы возьмете туалетку, она более цветочная, она более нежная. Наверное, здесь бы подошла больше, мне кажется, туалетная вода, потому что парфюмерная, она сидит близко к коже. У меня ощущение, что нет шлейфа, и как-то вот она простенько звучит. Я думала, что она здесь будет так, это веселенько, но как-то вот оно, нет такого ощущения, просто ощущение, что, ну, такая простецкая вода. Так, знаете, называется после душа, для дома, вот на улице не ощущаю. Еще раз повторюсь, очень странно, да, хотя эта парфюмерная вода должна была бы ощущать. Но, увы, а туалеточка, мне кажется, играла бы веселее. Все, туалетные воды, кстати, на жаре звучат красивее. Почему? Потому что парфюмерную воду мы часто наносим на одежду, и вообще как-то вот они больше насыщены, концентрирование сидят, но меньше шлейфа. У туалетных вод они менее концентрированы, их лучше наносить на тело, чтобы от тела отдавало. Ну, может, тоже на одежду, но, по крайней мере, у них тоненький шлейф. И вот на жаре всегда я заметила хорошо, и тут туалетные воды, не парфюмерные. Вот, ну, это мое внутреннее ощущение. Если вы как-то чувствуете по-другому, напишите мне в комментариях, я, может, в чем-то не права. Вот это все, что я с собой взяла из парфюмерии, я бы считала, что этого достаточно. Наверное, я бы лучше взяла целый флакон, вот один отливантик вот отомфорда, для вечера, для такого вот прямо, чтобы у меня все пахло, и одежда долго пахла. И полный флакон взяла бы с собой, Аура Мюглер, потому что я ее экономлю, а она вообще здесь волшебно звучит. Я не ожидала, что настолько хорошо она будет здесь звучать, и она не звучит бабски. Вот, как-то так. Вот, все ваше мнение напишите, касаемо каждого флакона, если у вас жаркая погода, и вы где-то были в жаре, вот с этими же ароматами, напишите, пожалуйста, мне очень интересно. Или что вы выбираете на вашу жару, то есть вашу жаркую погоду, либо вы проживаете где-то, где жарко, либо на море, с какими ароматами вы ездите, мне очень интересно, может быть, я неправильно подбираю парфюмерию, мне интересно, напишите мне в комментариях. Все, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на Инстаграм, подписывайтесь в ВКонтакте, там иногда тоже выходят маленькие ролики, маленькие фоточки, всякие о том, где я была и что я делала. Ой, все, я уже свалилась, у меня уже спарен, я извиняюсь, я побежала. Я побежала на пляж, я вас целую, с вами была ваша Алина, жду ваших комментариев, все целуем, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok